Итак, всем привет! Многоуважаемые подписчики, приносим свои извинения, что последнее наше видео по финальному сравнению пресс-подборщиков затянулось, затянулось в связи с производственными проблемами. Итак, хотелось бы донести информацию для всех поставщиков сельхозтехники, следующую, что на 2022 год агрофирма Коркинская совместно с Акционерным обществом Городичинская принимала решение о приобретении сельхозтехники дополнительной, то бишь это механическая сейлка 6-9 метров, трактор до 200 сил, ну а лучше 200 сил, пресс-подборщик с измельчением и саламорезка. Саламорезка и под вопросом у нас на сегодняшний день еще стоит, скорее всего, бабочка. Бабочка будет именно под тот трактор, который мы планируем покупать. Поэтому в комментах я укажу все номера телефонов, явки, пароли, все контакты. Для того, чтобы сделать предложение, можете набирать, либо в WhatsApp можете писать. Такая краткая информация по технике. Это уже запланировано бюджетом на 2022 год, потому что пассивные площади у нас увеличиваются, увеличиваются, соответственно, увеличиваем транспортный парк. Ну, по пресс-подборщикам. То, что я и обещал, видео я подснял с нашим летчиком-испытателем, сейчас уже скрывать не будем, кто это такой. Это наш механизатор. Механизатор Шаврин Васил у нас есть, который у нас, в принципе, проводит апробацию на всей технике. Не важно, самоходная это единица или прицепная. То есть мы отдаем все ему и уже от него питаемся тем, как все-таки данная машина или данное прицепное орудие в полевых работах. Есть определенное к нему доверие, знает, что такое полевые работы. Поэтому всю технику стараемся мы испытать им. Взяли мы с него отзыв. За отзыв сразу же говорю, не судите строго. Человек никогда этим не занимался. Всегда он работал только в поле с малых лет. В крови у него это видос маленько кривоватый. Да, но говорит он все как есть. То есть нигде это не наговорено, ничего. Говорит он как есть, как человек, который эксплуатирует, как человек, который зарабатывает с помощью техники этой. Которые приходили на демо-показ. То есть Кунт, Фэнд и Кверни Лэнд. Начнем, наверное, со Фэнд. То есть на него лурон сетки не очень-то удобно загружать. Ролики стоят на, а на ролики одевать. И в барабан ее подавать не очень-то удобно. После прессования он много накидывает на себя соломы. И это очень много выдувать, продувать его. Центральная смазка стоит в толотнице открытого типа. Постоянно в грязи приходится чистить. На клапане толотницы не очень легко доступны. Тоже все в грязи. Уроны, получается, сетка не до конца заматывает. Края пушистые, получается. Насчет резки. Резка, да, хорошая. 17 ножей стоит. Режет, впечатляет. Столешница после подборщика. Если подавится, то ее можно отпустить. Это плюс. Смазка. То есть бачок смазки с маслом стоит под крышкой. Его не видно. То есть, если что-то выйдет из строя, не видно будет. Цепи мажутся или не мажутся. Пресс-кун. Вальцовый. То есть, кун мне понравился. Режет чуть похуже. Фенда и Кверниленда. У него 14 стоит ножей. Бачок с масленкой стоит на видном месте. То есть, если даже что-то пойдет не так, видно будет из кабины трактора. Что мажутся или не мажутся цепи. Прессовал я на куне джандиром. 110 лошадиных сил. Вполне хватает лошадиных сил. Выработка за день впечатляет. Центральная смазка. Шприцуется автоматически тубой. Тубу заряжаешь, но который приходил пресс на демо-показ, непонятно было, что с центральной смазкой. Потому что я тубу менял, и она почему-то не израсходовалась. Компьютер прост. Разобрался я в нем легко и быстро. Лурон сетки заряжать очень легко. Валики все отодвигаются. Все легко и просто. Площадка сделана под лурон сеткой. Отработали мы в лесах достаточно неплохо. Были там определенные казусы с поставками совсем на свете. Но без этого никуда. Без этого никуда. Но при всем при этом корма мы заготовили. Заготовили, как я уже и говорил, с помощью демо-показа. Демо-показа мы заготовили львиную долю кормов. И на сегодняшний день мы уже собираем плоды того, что все, что у нас было заготовлено с измельчением, да, мы ушли от РВСа полторы тысячи. РВС у нас как выдуватель только на подстил сейчас работает. И с итальянской техникой, которые у нас были заготовлены, он измельчает их чисто на подстил без привязанного содержания. Все, что мы заготовили с резкой солому на демо-показах, мы это используем в кормежке и РВСом уже не пользуемся. Ну и так, опять же по сравнению, сам пробегусь вкратце, да, по трем прессам. Первый у нас пресс был Кун, второй был Фент и третий Кверни Лэнд. По Куну лично у меня вообще претензий к нему нету, за исключением того, что у него, конечно, из всех трех прессов пострадало резко. Пострадало резко, пострадало в том плане, что, ну, измельчает он хуже, чем все три машины. В плане техническом, да, смазка плюс в плане того, что центросмазка и цепей, и всех других узлов подшипников происходит автоматически, хотя мы вот эту автоматику по тубе со смазкой не увидели, потому что мы ее меняли, пресс работал, смазка не убывала, и как бы тут вопрос, может быть просто это пресс на домопоказе, где-то какие-то проблемы с ним есть, но по факту это не работало. То бачок, который с маслом, ну, мы туда доливали каждый день. Доливали каждый день. Работал он у нас с джундиром, 110-м. Джундиру, честно вам скажу, если плотность тюка увеличивать, ну, тяжело. Ему тяжело, и на 110 сил под такой пресс бессмысленно рассчитывать, потому что под конец уже формирования тюка, перед тем, как подавать сетку, 110-й трактор уже, ну, на последних силах это делает, и как бы уменьшать амортизацию трактора, а именно там двигателя внутреннего сгорания, бессмысленно, потому что это дальнейшие затраты предприятия пойдут. По Куну, в принципе, ну, он нас устроил, за исключением того, что у него хворает резко, да. И опять же, да, если забежать вперед, огромный минус, огромный минус предыдущего видео, я как-то говорил о том, что нет у него шпагатовой вязки, то есть то, что он работает только с сеткой. Находясь достаточно далеко, ну, от большого города, да, не всегда получается купить сетку. То есть если кормозаготовка, грубо, кормов проходит, допустим, как у нас, да, по нашим объемам, то сетку в палете покупать, ну, дорого и необоснованно, и она к нам просто, ну, когда лежать будет, деньги, когда лежат, это неправильно, деньги должны работать. По Фенду, по Фенду, блин, Фенд, конечно, машина чересчур здоровенная. А, ну, и опять же, да, по куновской машине, ну, присутствует полова, да, она присутствует, и она присутствует везде, вообще везде, то есть, ETO, когда делаешь, все крышки открываешь, это все в полове, и механизаторы, конечно, ругаются, это очень много времени уходит для того, чтобы это все дело почистить. По Фенду очень хорошо, ну, большая машина, режет она хорошо, прессует она хорошо, опять же, наша машина приходила, поставщик сказал, что там не хватало какой-то детали, мотает сетку кривовато, тюки лохматые. Тюки лохматые, конструктив, конечно, противный, очень много тавотниц, которых руками механизатора нужно мазать, очень много, и причем на крышке, которые тавотницы, они вообще недоступны для проведения смазочных работ. Проблема, опять же, по полове, конечно, получше, да, но она попадает именно в тот лоток, где ставится тюк, ой, где ставится сетка, моток с сеткой, поэтому проблема. Также по фенду еще можно сказать следующее, опять же, это видео было, когда был обзор о том, что солома попадает именно в замок, где закрывается крышка, потом, в дальнейшем, эта крышка плотно не закрывается, замок не срабатывает, соответственно, это нужно выйти, почистить все, ну, и вот всякие вот такие мелочи, которые, ну, на самом деле, они вышибают из колеи, вышибают из колеи именно механизатора, механизатор и выехал, у него есть определенная норма, за которую он зарабатывает свою заработную плату, сверх норма, естественно, расценка другая, и когда он прыгает вокруг машины, да, и не может сделать выработку, это определенный негатив складывается у человека. На фенде, опять же, вот эти вот висящие, нашла, ну, рукава РВД, провода, которые в условиях, там, Урала, да, это все можно оторвать, и это, опять же, простой техники, каждый день простой, это деньги, это упущение кормозаготовки. Есть нюансы, и фент, опять же, мы не могли испытать на своем тракторе, потому что у нас Джун Дир был задействован в полевых работах, снять я его не мог, и Большой Исток нам привез свой трактор. там, естественно, коль была договоренность о проведении демо-показа и апробации, мы, естественно, прибежали к тому, что работали Массей Фергусоном. И, скажу так, Массей Фергусом был 125 или 135 сил, и временами им было тоже тяжело, соответственно, 110-й Джун Дир, я думаю, ну, просто бы не подошел под эту машину, под этот пресс, а пресс мы рассматриваем только под 110 сил, потому что все остальное, это и в ГСМ, и во всем остальном, ну, неинтересно, неинтересно, ну, режет Фенд хорошо. И третий пресс, это у нас был Кверниленд, Кверниленд, опять же, да, нам пришел на ремне, ну, я не обращаю внимание на тюки, да, я все-таки обращал внимание на измельчение. Кверниленд, ременный, неплох себя показал Кверниленд, подборщик довольно широкий, подбирает хорошо, не давится, то есть у него можно увеличить уроны в диаметре до метр девяносто, массу сделать, большую урона. Я прессовал на нем джандиром, 110 лошадиных сил, но если увеличить уроны в массе, то есть 110 лошадиных сил будет маловато. Также бочонок с маслом стоит под крышкой, не очень-то удобно. Сетка заряжается тоже легко. Компьютер немножко не очень прост, ну, думаю, через пару дней работы вы разберетесь с ним. Еще центральная смазка шприцуется, все толотницы на видном месте легко доступны, и на каждой толотнице стоят колпачки, то есть они не будут себя постоянно в грязи. Так, что еще? А, плюс еще, то есть на каждую цепь подача масла регулируется. Можно увеличить масло, чтобы больше лилось, или наоборот ли уменьшить. По Квирниленду хорошая машина в плане измельчения, в плане прессования, в плане конструктива, все. У него достаточно все продумано. и продумано до того, что из всех трех прессов он единственный пришел тот, где можно увязку сделать шпагатом. И это огромный плюс. Выработка, ну, я не буду говорить, у кого больше, у кого меньше, пускай это будет в среднем одна и та же. Квирниленд мы пробировали с Джон Диром уже, уже работал с ним Джон Дир. И Джон Диру я вам скажу так же, если тюк сделать максимально большой, а и максимально плотный, Джон Дир тоже сдает. Но, так как мы работали, в принципе, да, 1250 у нас был тюк, без всяких, ну, вот, прям вот, не чувствует он этот пресс, он работает с ним в нормальном режиме, на нормальных скоростях, с очень хорошей выработкой. Режет он очень мелко. Вот, прям, один к одному, один к одному, равномерная резка, и вот, когда тюк мы раскатывали, это было прямо видно, что резка одинаковая. Вот, 85%, наверное, на сегодня, вот, я могу прям, ну, отчетливо говорить о том, что 85% резки, ну, однородная. поэтому говорить можно многое, как я и обещал, сейчас на доске все распишем, все плюсы и минусы, чтобы это было наглядно, и еще вкратце пробежимся, и повторюсь все-таки, и остановлюсь все-таки на том, что из всех трех машин, из всех трех машин мы остановились на Кверниленде в плане резки. если Кун как бы тоже мне говорил о том, что можно поставить ножей больше, резка будет лучше, ну, и цена будет другая. Кверниленд тоже не дешевый, Кверниленд не дешевый, но все его достоинства перекрывает его ценообразование вполне. Поэтому мы остановились на сегодняшний день на Кверниленде, но это не значит то, что все, что мне будут предлагать поставщики, да, в начале видео я говорил о том, что мы будем приобретать. В совокупности может быть что-то изменится. Может я отдам предпочтение Куну, может я отдам предпочтение Кверниленду, но точно не Фенду. По Фенду вопрос у меня закрыт раз и навсегда, меня эта машина не устраивает, механизатор эта машина не устраивает, как бы он хорошо не резал. Машина тяжелая, не под нашу технику. Покупать или ставить отдельное, выделять для него там 150 сил это бредовая будет идея, и нет. По Фенду все-таки нет. То есть все, кто будет предложение делать, не предлагайте мне такую машину. Не надо, я ее даже рассматривать не буду. Поэтому переходим сейчас к доске и будем уже прописывать по всем трем единицам плюсы и минусы для того, чтобы вы понимали, да, почему именно наше решение сложилось и принялось, ну, было принято именно такое. то есть как есть я сейчас так и напишу. Поэтому смотрим дальше. Итак, друзья, мы перенеслись к доске. На доске мы прописали все плюсы и минусы всех трех машин, которые участвовали у нас на демо-показе. Повторюсь снова, это Кун, Фэн, Кверни Лэнд. Кун, Фэнт у нас был на вальцах, Кверни Лэнд у нас был ременный без замка. Не было у них другой машины, которую они могли нам предоставить на демо-показе, поэтому был это ремень. Прописали мы все плюсы и все минусы всех машин, поэтому начнем именно с обмотки рулонов. У Куна и у Кверни Лэнда обмотка рулонов не страдала. Обмотка рулонов не страдала, все хорошо заматывалось, на край сетка заходила, все нормально. У Фэнда, у Фэнда, в предыдущих видео было видно, что у Фэнда край лохматый и поставщик демо-показа аргументировал тем, что на машине демо-показа не хватает какой-то детали и поэтому это вот так вот. Так вот, лично мое мнение, неважно, продаете ли вы кому-то новую машину, привозите ли вы кому-то демо-показ, машина должна быть исправна, дабы в дальнейшем можно было оценить машину в полном объеме. Недооценена, потому что мотала она плохо, поэтому минус. резко. Резко соломы, все машины у нас были с измельчением и рассматривали все машины только с измельчением. Резко из всех трех машин хуже была у Куна. Хуже была у Куна. Я знаю, что на Куне можно добавить количество ножей опционально, но у нас было 14 ножей и резко была хуже всего у Куна, то есть нет равномерного измельчения, когда мы тюк резали по видео это было видно. На Фенде 17 ножей, режет он достаточно неплохо, более чем достойно, в принципе это устраивает. Устраивает для того, чтобы может частично, а может 100% выйти от РВС, то есть это для измельчения рулонов машина от производителя. Кверниленд у Кверниленда резко изумительно, прям вообще даже не 60 на 40, не 80 на 20, 100% она режет во всей масти, длина резко одинаковая, соответственно, все тюки, которые у нас заготовлены, это там дальше по списку 300 штук, они у нас уходят только на кормление. Все тюки уходят на кормление от РВС мы ушли. Временно, но мы ушли, то есть ненадолго. Но данная машина, она не то, что, она скорее всего обязует, да, обязует, просто уйти от лишних затрат. То бишь, убираешь с общей линейки сельхоз машин, принципиных, РВС и все. И без всяких проблем. Сетка режется, корма уже измельченная, и подаешь прямо в кормосмеситель, мешаешь корме. Масса рулона. По массе рулона судить не могу, потому что, опять же, Кверниленд это иметь. И на временном прессе плотность тюка, вес тюка всегда больше. Ну, она получилась у нас так. 220, 235, 270. Данные тюки были взвешены до того, как это видео снять. Я специально на весы завез каждый тюк. Я не брал средний вес грубых кормов, завезенные на весы, а именно взвесил каждый тюк от каждого пресса. 220, 235, 270. Одна и та же кормовая единица была по соломе. В отличие, вес вот такой. По смазке. По смазке каждой машины можно дискутировать очень долго, разговаривать очень долго. У Куна у него очень все продумано в том плане, что у него есть жидкостный бачок для смазки цепей и есть приблуда, который вставляется туба со смазкой и подается получается на подшипнике еще куда-то. Если жидкостную смазку мы увидели, что она работает, то там, где ставится туба, мы напрессовали допустим, например, 400 тюков я напрессовал данной машиной и смазка у меня не была. Может быть она не работает. Я не знаю, это потому, что опять же, как и у ФН это демо-показ, АБК вы возьмите, посмотрите. не работала она. Вся смазка, которую я зарядил туда, она уехала куда-то дальше к какому-то другому предприятию на пробу еще как-то. Смазка вся осталась. Соответственно, утверждать в том, что все работоспособно и это круто, я не могу. Но это есть. И может быть на самом деле это было неэкстравно. У ФНД, я не знаю, что у ФНД, у ФНД одних-то вот уйма. Чтобы помазать, надо час времени потратить, а чтобы перед тем, как помазать, нужно сначала все тавотницы почистить, потому что они постоянно все в грязи. На крышке вообще недоступны тавотницы. Я не знаю, как там это происходит. Вообще, как смазку проводить на крышке огромная проблема. По Кверниленду в принципе все хорошо, все нормально, тавотность минимум. Все они закрыты, все они доступны. Помазал, бачок также для жидкости смазки есть. Нити-увязка. По нити-увязке на двух машинах Куна и ФНД ее просто не было. И не знаю, возможно ли ее опционально поставить. На Кверниленде она была. И это большой жильный плюс, так же, как и измельчение, так же, как и резко. По нити-увязке почему вопрос возникает, потому что проблематика. Не всегда ты можешь купить сетку в маленьком городе, и, соответственно, кармозаготовку по окончанию можно приостановить. Мощность стартера первая у нас получается Куна и Кверниленде. Они работали с джундиром 110 сил. С джундиром 110 сил и открыто можно сказать, если машину настроить на максимум по плотности тюка, например, как в Куне, либо размер увеличить тюка на Кверниленде, то 110 сил впритык, а лучше даже сказать правильно, не хватает. Поэтому неважно, что вам будет говорить поставщик, что 110 сил для этих машин это вполне позаглаза, они будут работать, резко будут работать. Да, оно будет работать на минимальных настройках. По давлению на минимальных настройках по размеру тюка, например, Кверниленде. По фендуму я ничего сказать не могу, я не могу, допустим, сказать, я могу утвердить только одно. У нас фенд работал также с трактором демо-показа, это был Мальчик Фергусон, не могли мы тогда на тот момент джунтир поставить, он у нас задействован был, они нам привезли Мальчик Фергусон, 135 сил, либо 135, либо 125, что-то такое. И даже данной машины для этого пресса, для фенда, было мало. Там, где волок большой, его затягивает, естественно, тяжело трактору и уменьшать ресурс двигателя не очень охота. Так же, как и по этим двум машинам, чтобы джундира 110, если настроить его максимально, то 110 сил это будет однозначно мало. То есть, бэшки джундира 110, если на минималочках работают, то вполне. Даже я скажу не то, что вполне, можно без всяких проблем работать, он будет не напрягаясь выполнять свою функцию. Выработка. По выработке у нас 210, 285, 305. По выработке, опять же, здесь сильно судить бессмысленно, потому что разное поле, разный объем массы, хотя и культура даже, наверное, одна. Ну, получилось вот так, может быть, эти две машины могут сделать больше, нас опять тормозили погодные условия. Погодные условия по Квирниленду выработка это реально 305 юков, причем вот эти 305 юков, это именно то, что было прописано у нас в договоре. То есть, агроток нас обрезал маленько в плане демо-показа либо 3 дня, либо 300 юков, допустим, эти 300 юков было сделано за один день и после этого просто отдали. Скорость работы системы, обмотка рулона у них одинаковая, это 40 секунд с момента подачи сетки до момента выброса с камеры. То есть, 40 секунд они работают в одно время, ни больше, ни меньше. пульт управления по пульту управления это восприятие пульта управления человеком. Что у Куна, что у Фенда, пульты достаточно простые, все доходчиво написано, показано, механизатор доволен, был в плане того, что он не чувствовал никаких проблем в настройках, в наблюдении работы принципной машины. В Квердилэнде нужно привыкать. Ну, нужно потратить свое время в рабочих днях, чтобы привыкнуть к пульту управления. По конструктиву машин, что Кунт, что Квердилэнде достаточно простые, доступные машины, все понятно и ясно, все на виду, где что и как. Даже вот мне, допустим, как человеку с инженерным образованием, вот эти две машины даже обслуживать и ремонтировать в дальнейшем проще, нежели чем Фент. Фент металлоемкий, очень металлоемкий, соответственно, он тяжелый, если и судить по его, допустим, размерам и весу, скорее всего, и сил не хватает ему только из-за этого. Поэтому две машины, Кунт и Квердилэнде достаточно простых, конструктивных, достаточно простых, все видно, все понятно. По сетке, по сетке что? Ну, по сетке уже неоднократно, это было сказано в предыдущих видео, что сетка использовалась у нас самая дешевая. Это был один из наших принципов использовать самый дешевый продукт для обмотки тюков. Данные два пресса, Кунт и Фент, они, в принципе, даже не оговаривали ничего, да, то есть вопросов нет, дешевая, значит, дешевая. Квердилэнде маленько у нас пытался нас переубедить в том, что нам нужно сделать сетку более дорогую, а бы как бы, что сетка будет рваться, соответственно, мы будем делать выводы о том, что у вас там пресс хуже, чем все остальные, нет, мы не пошли на их условия, а работаем на самую дешевую сетку и всем при этом все нормально. То есть, все три пресса на дешевой сетке работают без всяких проблем. подвижный стол в дальнейшем продолжаешь работать. Поэтому это тоже достаточно большой плюс, потому что лезть в механизмы, вовращающиеся руками, да, травмоопасно очень. Количество ножей 14 на 14, это уже было тоже неоднократно сказано, самое большое количество ножей это у нас был пант, то есть на фенди, ну и даже при наличии 17 ножей он уступил в измельчении к верниленду. Поэтому вот такое вот сравнение у нас по всем трем машинам. На сегодняшний день мы свое преимущество отдаем к верниленду, потому что опять же мы демо-показ устраивали для того, чтобы купить именно тот пресс, который нас уведет от использования РВС-полторы тысячи. То есть это фирмиленд. Качество измельчения и даже при всем при том, что многие люди говорят, что ремень это непрямая измена вальцовым пристам. Нет, ремень достаточно неплохо работает с учетом того, что он без замка. Как бы ресурс у него достаточно большой. Ну и опять же, да, изменяемая камера. Если у тебя телега достаточно... Ну, есть большая для перевозки грубых кормов. Ты можешь увеличить тюкей, либо у тебя есть техника, которая может... Ну, позволяет нагрузить тюки по полтонны, увеличиваешь и делаешь соответственно это проще. В дальнейшем даже в кормлении он режет мелко, сетку срезаешь, можно нагрузить сразу же в кормосмяс и кормить скоро. поэтому преимущество на Коверниленде мы остановились пока, но окончательного решения еще не приняли. Соответственно, в начале видео было сказано уже о том, что какие машины мы планируем покупать в 2022 году. Поэтому предлагаем. Что можно сказать по сервису из всех трех поставщиков? Примерно верно. Они все работают одинаково. достаточно быстро, ну, можно сказать, что быстро они откликаются на все вопросы. Но опять же это демо-показ их интерес в реализации. В дальнейшем неизвестно, как это будет происходить. Все из трех привезли, все из трех ввели в эксплуатацию, но не все забрали. То есть какую-то из трех машин не буду сейчас говорить, мы отбужали сами и несли ответственность естественно сами за целостность и сохранность. Поэтому все цифры у вас налицо. решение принимать вам. Наше решение это Кверни Ленд. Ну и на этом мы заканчиваем сравнение по демо-показам. Все вопросы пишем в комменты. Все предложения от поставщиков, явки, пароли, контакты, все это будет указано. Поэтому всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok